нашего собрания будьте благословенны а я приветствую всех кто присоединился к нам через прямую трансляцию через телеканал тбн слава господу драгоценный мы сегодня опять вместе и мы будем слышать слово божье и я знаю что слово божье имеет способность коснуться и изменить жизнь любого человека на любом расстоянии вне зависимости от того где вы находитесь главное чтобы сердце было открыто главное чтобы вера была и тогда бог приходит на это основание чтобы сотворить свою прекрасную работу исцелить обновить укрепить наполнить новыми силами и благословениями поэтому я рад что мы снова вместе и я продолжаю размышлять о том насколько насколько важно присутствие божье в нашей жизни насколько она превыше всего остального превыше успеха превыше даже здоровья превыше любой ситуации в которой бы мы не оказались я знаю что бывает ну легко говорить пока ты в какой-то трудности не оказался но как только оказываешься в эпицентре какой-то проблемы то тогда вот эти слова они уже не кажутся такими впечатляющими тебе нужна вера чтобы пройти ту трудность которой ты оказался но вот только представьте себе народ целый народ который имел мечту они мечтали они мечтали быть в определенном месте в определенной земле которая сулила им счастье настоящую радость обеспечение покрытия защиту это особенное место куда бог их направлял и они шли туда они шли туда достаточно долго они мечтали об этом они представляли как это будет как они наконец-то поселятся на этой прекрасной плодородной земле ведь бог их ввел в лучшую в лучшее место на всей нашей планете все для их жизни и благословение и вот они подходят и вот они приближаются прямо к этой земле и отделяет их от земли только река иордан и вот вот он этот момент когда бог говорит там за этой рекой вас ожидает благословение за этой рекой будут исполняться ваши мечты и как вы думаете что же произошло я хочу прочитать вам эта книга второзакония которую написал моисей напоминая следующему поколению в этом народе каким путем они шли вспоминая все что происходило напоминая им все законы все правила которые бог предписывал когда-то и вот эта особенная книга второзакония в которой моисей все это напоминает и вот что он говорит самая первая глава 26 стих но вы не захотели идти и воспротивились по велению господа бога вашего и работали в шатрах ваших и говорили господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас вы только послушайте они говорят о том что бог ненавидит их они говорят что у бога любви не достает любви у него мало как то проблема в этом по всей видимости он привел их сюда не мог раньше уничтожить зачем ты привел сюда чтобы эти амореи чтобы эти народы они просто уничтожили сейчас их и их жен и их детей там дальше они расписывают своих фантазиях как это может быть и они говорят что он и дети наши достанутся в добычу этим народом и жены наши достанутся в добычу этим народом и они уходили домой и дома за закрытыми дверями в своих палатках они рассуждали об этом они говорили как же мы повелись а зачем же мы поверили этому моисею зачем мы поверили этому богу посмотрите в чем мы оказались вот оно счастье которое о котором говорил этот моисей вот посмотрите сколько трудностей вот посмотрите сколько проблем вот посмотрите какие и великаны там живут. Как мы можем с этим справиться? Да это же нереально. Просто явно, что Бог ненавидит нас, поэтому Он вывел нас из этой земли египетской, в которой вообще-то они сотни лет находились в рабстве. В рабстве находились их родители, в рабстве находились они. Там египтяне убивали их детей. Там их заставляли работать тяжкими работами, и у них ничего не было своего. Там их просто насиловали. Но при этом они сейчас смотрят на землю, которую обещал им Бог, о которой Бог говорил, что там будут исполняться ваши мечты. Они сравнивают и говорят, в Египте было лучше. Я не один раз слышал, как люди, которые какое-то время побыли в церкви с Богом, они говорят, да, вообще в миру лучше было. И мне всегда режет слух, если я слышу подобные фразы, которые ничем не отличаются от тех фраз, которые говорили евреи тогда. Мы можем посмотреть на них и сказать, ну какая глупость вообще. Какая глупость! Вас отделяет от счастья всего лишь эта река, ведь Бог с вами, ведь Он поможет вам пройти все эти трудности и победить всех этих врагов. Какая глупость! Как вы так можете? Слушайте, но не оказывались ли мы, дорогие братья и сестры, в подобной ситуации? Не говорили ли мы подобные слова? Не делали ли мы подобных глупостей, когда принимали совершенно неверные решения? Или когда, напротив, не понимали, как надо поступить в какой-то ситуации? Знаете, недавно я оказался свидетелем такой ситуации. Я разговаривал по телефону, а за забором там братья наши работали, и вдруг я слышу крики. Крики просто такие, что ну сильные крики. Я подумал, честно говоря, мысль такая мелькнула, что как можно так кричать и до сих пор не начать драться? Ну потому что они так орали просто, они кричали. Но я сильно занят был этим разговором до тех пор, пока их крики просто не стали мешать мне разговаривать. Я понимаю, что я плохо уже слышу. Я говорю, подождите минуточку, пожалуйста. Я зашел за забор, попросил, чтобы братья успокоились, и потом только стал дальше разговаривать. Когда я закончил разговор, я пошел узнать, в чем же была проблема. И когда я пришел и спрашиваю, говорю, братья, что у вас такое случилось? Это что вообще было? И один из них, который, надо признаться, кричал громче всех, он в смирении сказал, знаете, я был неправ. Я спрашиваю, как это вообще возможно? Он говорит, да, я был неправ. И уже не первый раз со мной такое происходит. Оказывается, и я не буду вам рассказывать всю ситуацию, но еще 10 минут назад он был на 100, на 120 процентов уверен, что он прав. Поэтому он кричал, он доказывал, он готов был просто уничтожить своего собеседника. Но вдруг открывается правда, и оказывается, что он полностью неправ. Слава Господу, что это наш брат был, поэтому он в смирении, он признал, он попросил прощения. Я думаю, что для него это серьезный урок просто на жизнь дальше. А у кого-то была проблема посерьезнее. Вам обещали просто особенную какую-то выгоду, прибыль, но для этого нужно было взять кредит. И вы взяли кредит, и вы вложили финансы свои туда, где вам обещалась выгода, но вот не прошло много времени, и вы понимаете, что вам даже своих денег теперь оттуда не вернуть. И вы думаете, ну как же так? Ну что мной вообще руководило? Как это возможно? Почему я вляпался или вляпалась в эту историю? А кому-то наоборот. И вправду было прекрасное предложение. Подобно тому, как это предлагалось евреям. И предложение было такое заманчивое, такое хорошее, но вы по каким-то причинам рассудили и отказались от этого предложения, а потом поняли, что зря отказались. Только уже было поздно. И последнее, а сколько раз вы в разговоре с кем-то терялись и не знали, как правильно ответить, и что тут сказать вообще можно, но прошел буквально час после разговора, и вы думаете, ну вот так же надо было. Ну это же, конечно, вот это. Ну что ж я не сказал, от этого бы все изменилось. Кому знакомы подобные ситуации? Да, большинству, большинству из нас, если не всем, я думаю, знакомы подобные ситуации. Вопрос, в чем проблема? В чем проблема наша? Почему нам не хватает мудрости, когда она нам так необходима? Почему мы принимаем какие-то глупые решения, которые потом становятся очевидными, просто что это глупость и ничего больше? Почему так? В чем была проблема тех евреев, которых отделяла всего лишь река от счастья, а они видели это, как самое ужасное предложение, которое им могли предложить. Они видели Бога, страшного, жестокого и ненавидящего их, и отказались от того, что Бог им предложил. Фактически отказались от своего счастья. В результате бродили по пустыне 40 лет, пока не умерли все, кто роптал в то время, и только новое поколение вновь потом подошло опять к этому счастью, к этой обетованной земле. В чем проблема? Я думаю, что проблема обозначилась не тогда, когда они не смогли увидеть это благословение за рекой. Я думаю, что проблема случилась и обозначилась намного раньше. Год с небольшим назад, когда они подошли, Моисей их привел к этой горе Хариф. Тогда им было тоже сделано определенное предложение. Вы знаете, гора Хариф переводится как сухой, пустынный, разоренный. Еще немного времени назад Моисей сам оказался на этой горе, куда потом стремился привести весь Божий народ. И вот он оказался на этой горе, которая имеет такое значение, сухой, пустынный, разоренный. Моисей увидел там один куст, который горел и не сгорал. Но на самом деле подобные терновые кусты, это была не редкость в том месте, и Моисей мог видеть и не один раз, как они вспыхивали и сгорали. Но вот его внимание привлекает один куст, который горит и не сгорает. Знаете, как интересно описывается то, что он увидел. Посмотрите, мне нужно это местописание сейчас, исход 3 глава, 2 стих. Там очень интересно написано. «И явился Моисею ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста». Интересно, если бы вам ангел явился из какой-то среды, что бы вы увидели? Эту среду или вы увидели бы ангела? Мне кажется, почему про ангела ничего не написано, ведь это было более впечатляюще, мне кажется, чем терновый куст какой-то горящий. Но написано, что «И увидел Моисей, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Я представляю, что, возможно, Моисей в то время шел и видел себя вот таким терновым кустом, который сухой. Не зря он оказался на этой горе, которая имеет такое значение, сухой, пустынный, разоренный. Я думаю, возможно, он ощущал себя вот таким терновым кустом, пустым, сухим, разоренным. Когда-то был во дворце, когда назывался сыном фараона, теперь пастух. И все, что он может, это идти и искать траву для своих овец. Возможно, он шел и чувствовал себя очень униженным, разрушенным, пустым и разоренным. Возможно, он видел, как где-то такой терновый куст вспыхивал, и потухал. И он подумал, да, осталось только сжечь меня, как этот терновый куст. В чем смысл моей жизни? Для чего вообще я существую? Зачем я иду, веду куда-то этих овечек? Кому это надо вообще? Я думал, что у меня великое призвание. Я думал, что я призван к чему-то большему. Ведь я воспитывался у самого фараона, ведь я назывался сыном этого царя. Что же случилось? Где я промахнулся? Что со мной не так? Я на самом деле, как этот терновый, засохший, пустой и разоренный куст. И вдруг он видит, такой же куст, ничем не отличающийся от других, такой же сухой, такой же корявый всякий, неказистый. И он точно так же загорается. Но при этом он не сгорает. И Моисея это впечатлило больше, по всей видимости, чем ангел, который написано явился в этом пламени. Но он видит, что это. И написано, и пошел Моисей посмотреть, отчего не сгорает куст. Вот что привлекает нас по-настоящему. Когда подобные ситуации, когда подобная жизнь вроде рядом с нами, но у него получается лучше почему-то. Он горит и не сгорает. Сколько раз я слышал такие свидетельства, когда мужчина говорил, что я такой же наркоман, и у меня, значит, был друг наркоман. Мы вместе там кололись, мы вместе занимались всякими этими вещами. Ну вот, однажды я его встречаю, а он чистенький, а он такой, он помирал уже, у него здоровье было хуже, чем у меня. Но я его встречаю, он нормально еще с девушкой какой-то идет, потом оказывается, что это его жена. Оказывается, у них ребенок уже появился. Я слышал это свидетельство, и оно, конечно, впечатляет. И он говорит, я подумал, как же так? Он должен был уже умереть. Он должен был уже давным-давно сгореть, но он не сгорел. Отчего? И этот мужчина начал интересоваться, что такое, что с тобой случилось? Ты почему до сих пор не сгорел? Ты же такой же терновый засохший куст, как и я. Ведь у тебя точно так же не было никаких шансов, как у меня. Почему ты жив? Почему я загинаюсь, а ты расцветаешь? Отчего? И это ведет нас к источнику жизни. И это точно так же увлекло в тот момент Моисея. Хариф – это место, в которое тебя приводит Бог, чтобы ты наконец-то смог там его услышать, по-настоящему услышать, и чтобы начался совершенно новый, правильный путь по жизни. Хариф – это особенное место, где Бог ждет каждого человека, каждого, кто утомился в этой жизни, каждый, кто устал уже надеяться на свои силы, каждый, кто признал все-таки, что чего-то не хватает мне, какая-то пустота там внутри. Все-таки не так должно быть. Возможно, вы чувствуете сегодня себя, как этот терновый куст, разоренным, пустым, засохшим, но подождите, это еще не конец. Возможно, это именно то место, где Бог так долго хотел с тобой встретиться. На той горе Бог говорил с Моисеем. Там Моисей пережил что-то особенное. Он не мог этого найти в Египте, когда назывался сыном фараона. Он не мог это найти, когда женился. Он не мог этого найти, когда у него появились дети, один сын, второй сын. Временное счастье, временный успех, но потом все та же сухость, но потом все та же пустота, которую никто не может заполнить. Я хочу вместе с вами сейчас посмотреть на тот момент, когда Моисей теперь, переживший вот эту встречу с Богом там на горе, понимающий, что вот это счастье, оно зависит не от внешних каких-то вещей, оно зависит от того, насколько у тебя получилось разговаривать с Богом, насколько ты открыл свое сердце для Него, насколько ты поверил Ему, который начинает говорить с тобой, совершенно непонятно. Первый вопрос, если вы помните, который задал Моисей Богу, это кто я? А Бог-то ему сказал о великом призвании. На самом деле о великом призвании Он говорит, ты миллионный народ мой выведешь из рабства. Бог сегодня говорит в жизнь многих, или может быть раньше говорил, в жизнь многих из нас, я буду использовать тебя, помазание мое на тебе, я избрал тебя, ты избранная моя, ты избранный мой, ты выведешь многих из этого дьявольского рабства. Но вот сегодня, возможно, картина совсем не такая радужная, и вы уже не видите себя так ярко, как представляли себе раньше. Давайте посмотрим на этот момент, когда Моисей, теперь понимающий, что не от внешних успехов зависит это счастье и то, насколько у тебя получается исполнять волю Божью, а зависит от того, насколько твое сердце открылось для него, насколько ты ему поверил, там, где он начал говорить с тобой. И теперь он мечтает привезти туда целый народ. Давайте посмотрим. Исход, 20 глава, с 18-19 стихи. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Ну, конечно, страшная картина, и я думаю, что жизнь в пустыне потом в течение 40 лет. И то, что они не смогли войти в эту обетованную землю, это результат того, что в свое время они не захотели побыть на горе вместе с Богом, который приглашал их в это общение. Они не захотели общаться с тем, кто предлагал им общаться. Они увидели его почему-то страшным, они увидели его во мраке, они увидели этот мрак, они увидели этот дым, как из печи, они увидели весь этот страх, но они не увидели за всем этим Бога, который ждал их там, который хотел общаться с ними. Они увидели в присутствии Божьем опасность и для своей жизни. Они увидели в этом присутствии Божьем опасность для своих детей, для своих жен. Они потом увидели опасность и в той земле, которую Бог предлагал для них. Я хочу сказать, что если мы не увидим ценности в этом общении с Богом, в настоящем, близком общении с Богом, то мы не сможем увидеть ценности и в том, что Бог для нас предлагает. Мы не сможем распознать по-настоящему то предложение, которое от Бога и отличить его от того предложения, которое от дьявола, который тоже делает определенные предложения в нашей жизни, куда-то нас направляет, и он делает это так красочно. Он не делает это, он не приходит во мраке, он не приходит в буре, он приходит, как в красочной обертке. И ты смотришь и думаешь, что это самое лучшее предложение для твоей жизни. Ты ведешься на него и потом попадаешь в проблему. Почему? Не смог отличить. Напротив, что-то кажется какое-то невзрачное предложение, но за этим может стоять Бог, а ты этого не видишь. Почему? Я думаю, ответ на все эти вопросы в том, что мы игнорируем это близкое общение с Богом. Ничто не может его заменить. Никто никогда не сможет его заменить. Вы знаете, мы не так давно вернулись с отпуска, и Бог нам дал особенное благословенное время побыть всей семьей вместе. Приехала старшая дочь с Хабаровска со своими внуками, ну, с моими внуками в смысле, со своими двумя прекрасными мальчиками, и мы такое время имели. И вы знаете, когда только мы встретились, приехали туда, и море, и горы, это просто фантастика какая, так красиво. И мы так соскучились друг к подружке. И одного из этих внуков я вообще впервые в жизни видел, ему полтора года. И я был так счастлив, и мы радовались вместе. Через два дня я помню этот момент, как я иду и не пойму, что за неудовлетворение у меня внутри. Я мысленно обернулся вокруг. Дети, все в порядке, все хорошо. Немножко там не домогали, животики заболели, ничего, справились, прошли. Это не проблема. Я не могу чувствовать вот это неудовлетворение от этого. Я дальше стал осматриваться внутри, так вокруг, и понимаю, нет никакой причины. Все хорошо. Жена рядом, дети рядом, чего можно еще, о чем можно мечтать. Море тут рядом, мы можем пойти покупаться, горы, такая красота, просто любуйся и радуйся. Я не смог найти ответа до вечера. Это неудовлетворение, как было, так и оставалось. Поэтому на следующее утро, рано, еще перед рассветом, я пошел на гору. Там такие горы, знаете, кругом я нашел, которая не сильно высокая. И пошел на ближайшую гору. И как только я туда пришел, как только я поднял руки и стал благословлять Бога, все внутри изменилось. В одно мгновение я понял, чего мне не хватало. Я вспомнил те мысли, которые в течение этих двух дней меня где-то касались. А мысли такие, ты давно не был со мной в общении, ты давно не был в моем присутствии. И я помню даже, как я отвечал на эти мысли. Вообще-то я сейчас в отпуске. И вообще-то у меня все хорошо. Поэтому я не пойму. Я просто отставлял эти мысли в сторону. Иногда нам так кажется, что Бог нам нужен, когда какая-то проблема, с которой мы не можем справиться. Но я хочу вам сказать, Бог нам нужен каждое мгновение. Общение с Ним – это то, в чем мы нуждаемся больше всего. И кто встретился с Ним, подобно как Моисей, он уже никогда не хочет променять это присутствие Божье на что-то остальное. И большая беда в том, если дьяволу удается как-то спрятать вот эту ценность под названием общение с живым Богом. И он может вместо этого предложить что-то особенно яркое, но рано или поздно это уведет тебя в беду. Рано или поздно это приведет тебя к глупости, потому что ты будешь удаляться от Бога таким образом. Моисей реагирует. Он объясняет, он пытается объяснить этому народу, почему народ так видит, почему Бог так является. Посмотрите, исход 20 глава, 20 стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь! Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был перед лицом вашим, чтобы вы не грешили». Послушайте, Моисей говорит очень важные слова. Фактически он отдает ответ, почему Бог является таким образом, где нам кажется страшно. Первая причина для того, чтобы испытать. Для того, чтобы испытать, насколько тебе нужен Бог по-настоящему. И ты смотришь, и ты не видишь сейчас ничего. Например, подобно как я, которому все нравилось, все было хорошо, и в принципе не было причины, чтобы искать Бога по-человечески. Все хорошо. Зачем? А бывает другая ситуация, когда проблема, когда мрак, на самом деле, и ты стучишься, ты молишься, ты пытаешься получить ответ, а ответа нет, и ты думаешь, да, все равно не помогает. Моисей говорит, Бог явился таким образом, чтобы испытать вас, насколько он вам нужен. Подобную мысль потом апостол Петр говорит, что об этом радуйтесь, если какие-то проблемы, поскорбев теперь немного, 1 Петра 1,6. Поскорбев, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего. Подобные слова говорил апостол Иаков о том, что вера наша должна быть испытана, и она испытывается разными способами. И вторая причина, чтобы страх Божий был перед нашими глазами, чтобы благоговение Божье было перед нами, чтобы несмотря ни на что, где бы мы ни оказались, у нас было это благоговение, чтобы мы понимали, не все от нас зависит. У тебя может быть стопроцентное устройство в жизни, но это не все, это не защитит тебя, это не спасет тебя. Ты можешь иметь все сокровища мира и всю власть, которую дьявол однажды Иисусу предлагал, но Иисус понимал, без Отца это не сделает его счастливым, это не поможет ему. Чтобы дьявол не предложил, через это он потом сворует, украдет и разрушит. И в результате написано, чтобы вы не грешили. Вот почему Бог иногда является таким образом, который нас пугает поначалу. Я хочу прочитать вам этот стих, который мне так хочется, чтобы после этой проповеди остался просто в сердцах ваших. Послушайте, это резюме, на мой взгляд, тому, что происходило тогда. Исход, 20 глава, 21 стих. «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Вы слышите? Народ в результате встал вдали. Почему? Они видели, что там мрак, они видели, что там дым какой-то, что там такие проблемы, там гром, там молния, там огонь. А Моисей, написано, вошел во мрак, где Бог. А Моисей сквозь весь этот мрак видел того, с которым он однажды встретился. И он знал, что мрак – это все внешнее. Он знал, что гром, все эти молнии – это все внешнее. Он знал, что там его ждет Бог, любящий, сильный, от которого теперь зависит вся его жизнь. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мой вопрос к вам сегодня – в какой позиции вы? Вы со стороны, вы стоите вдали, потому что есть какая-то проблема, есть какая-то трудность, есть какой-то мрак, за которым ничего не видно, и Моисею не было видно, но он знал, он верил, что там за этим мраком Бог. Либо вы, как Моисей, который смотрит не на внешние обстоятельства, который верит, что Бог избрал его. Веришь ли ты, что Бог любит тебя? Веришь ли ты, что Бог избрал тебя? Веришь ли ты, что у Бога есть особенное призвание для тебя? Веришь ли ты, что Он держит тебя в своей руке и ничего случайно в твоей жизни произойти не может? Веришь ли этому? Если да, то не бойся вступить во мрак. Если веришь, что Бог возлюбил тебя настолько сильно, что пошел вместо тебя на этот крест, чтобы заплатить цену сполна за все твои грехи, то тогда не отступай назад, когда тебе чего-то непонятно. Тогда не стой вдали, когда впереди мрак, но подобно Моисею вступи в самую гущу. Но подобно Моисею предстань перед Богом на этой горе и скажи, Господь, я верю, что Ты ожидаешь меня. Я верю, что Ты укрепишь мою веру. Я верю, что эта ситуация для славы Твоей, а не для моего разрушения. Господи! Поэтому я отказываюсь стоять вдали. Сегодня так много людей стоит вдали, как этот народ. Сегодня так много людей просто рассматривает со стороны, посмотрим, получится у них что-то или нет. Посмотрим вообще, чем дело закончится. Дым-то уже вон какой густой. Сейчас как лава пойдет, так всех нас тут накроет. Посмотрим вообще, они смогут построить это здание свое или не смогут. Денег-то не хватает. Постоянно сбор делаем, чего-то не хватает. Но посмотрим. И многие люди стоят со стороны. Многие люди сегодня дома рассуждают. О чем вы рассуждаете? Обратите внимание на этот пример. Оказывается, Бог смотрит, о чем мы говорим за закрытыми дверями у себя дома, со своими женами, со своими мужьями, со своими детьми. Обратите внимание, Бог смотрит и говорит, а вы роптали там у себя по домам. Сегодня так много людей, которые наблюдают за всем происходящим со стороны, думая, обманываясь в том, как будто это более безопасное место. Они думают, что таким образом они в безопасности, даже не подозревая, что это начало целой серии глупых поступков, глупых решений, которые будут сделаны без Бога. они стали на расстоянии от мрака, но они стали на расстоянии и от Бога. Но Моисей, не понимая, как и тогда на горе, немного-то он понимал, он говорит, кто я, Господи, ты посмотри на меня, ты посмотри, я как этот высохший куст терновый, кто я, я выведу народ, ты о чем, Господи, кто я? Потом он говорит, а кто ты, что мне сказать? Сегодня у нас могут быть точно такие же вопросы, но драгоценные. Мудрость начинается с этого общения на горе. Я хочу сказать, что без этого общения в радости ты находишься или в проблеме ты находишься, ты не сможешь принять мудрых решений, ты не сможешь получить то, что Бог для тебя приготовил. Но если ты идешь на гору, там начало твоей мудрости, там начало этого нового пути, который Бог имеет для каждого из нас. Я хочу пригласить вас сегодня необычным образом. Я хочу пригласить вас в этот мрак. Возможно, твоя ситуация выглядит именно таким образом, и тебе страшно. и ты удовлетворяешься тем, что просто со стороны смотришь на все происходящее. Я предлагаю тебе сегодня пойти туда, где Бог. Страшно, непонятно, но там Бог. И возможно, там, именно в этой ситуации, Он имеет с тобой общение, которого не мог иметь никогда до этого, которого не смог бы получить никогда ни в какой другой ситуации. Возможно, именно для этого твоя ситуация сегодня. Возможно, именно для этого твоя проблема сегодня, чтобы ты вступил в этот мрак и имел там встречу с Богом. Знаете, если вы посмотрите потом на историю, как она развивалась дальше, мы видим, что народ постоянно роптал. Что народ, что Моисей, они оказывались в одних и тех же ситуациях. Что народ, что Моисей, испытывали те же самые нужды, те же самые потребности у них были, но народ все время роптал и предъявлял претензии Моисею. А Моисей все время молился к Богу и все время искал ответа от Него. Господи, Господи, еще за народ заступал. В чем такая разница? Вы скажете, ну, Моисей на горе побывал. Да, Моисей на горе побывал. И он там общался с Богом. И несмотря на все свое непонимание, он сказал Богу да. В отличие от всего народа, который тоже подошел к этой же горе Хариев. Они были в такой же ситуации, как и Моисей. Но они испугались видимого. И они отступили назад. И они избрали смотреть со стороны. И не захотели пойти туда, где непонятно, страшно, но где их ожидал Господь. В этом вся разница. Я не вижу больше никакого отличия. Я не вижу больше никакой причины, чтобы такая разница большая была. Сегодня, в наше время, сегодня в нашей церкви точно такая же разница есть. Сегодня люди делятся и будут делиться на тех, которые стоят со стороны, смотрят, и на тех, которые идут и вступают в этот мрак, ища этой встречи с Господом. В какой позиции сегодня ты? Не стоит пробовать проходить все заново. У нас есть Святое Писание, которое раскладывает все от а до я, чем все начинается и чем все закончится. Давайте научимся. Давайте возьмем пример с Моисея. И прямо в этой ситуации, где ты находишься, начнем искать Бога. Прямо в этой ситуации вступим в этот мрак, ожидая, как Господь нам ответит. И я верю, что мы услышим множество свидетельств о том, насколько Бог верный, о том, насколько это все-таки правда, о том, оказывается, насколько Бог не оставлял нас и не оставит, но имеет множество ответов и благословений, и исцелений. Мне так хочется, чтобы каждый ободрился этим видением, чтобы каждый ободрился этим направлением, взял этот пример от Моисея и имел эту встречу. который Бог приготовил лично для тебя. Аллилуйя. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Я приглашаю вас к этой молитве. Господи. Я приглашаю вас на эту гору. Отец наш Небесный, мы благодарим тебя за ту встречу, которую ты приготовил для нас. Господи, ты знаешь, в каком месте и в какая ситуация нужна для того, чтобы мы смогли тебя услышать. Господи, что бы ни происходило сейчас в нашей жизни, в какой бы ситуации мы ни оказались, Господь, ты знаешь, мы избираем смотреть не на внешнее, мы избираем смотреть не на мрак, ни на дым и пламя. Мы избираем ожидать тебя, Господь. Мы вступаем в этот мрак, мы вступаем на встречу тебе, Господь. Мы просим, чтобы ты проговорил нашу жизнь, когда никто не может нам помочь, когда закончились все силы, на которые мы надеялись. Господи, мы верим, что ты всемогущий. Мы верим, что в этой ситуации, в этом мраке ты протягиваешь свою сильную руку, которая не ослабела, чтобы спасать, которая не ослабела, чтобы исцелять, которая никогда не изнемогает. Господи, мы протягиваем тебе свою руку, мы ожидаем этой встречи с тобою, Господь. Мы избираем верить тебе, что ты избрал нас и никогда не оставишь нас, и никогда не покинешь нас, какая бы ситуация ни произошла. И пусть идет всякая ложь во имя Иисуса Христа. О, Господь, мы просим тебя, дай нам дерзновение, чтобы идти тебе навстречу в любой ситуации. Даруй нам дерзновение, Господь, чтобы верить и не сомневаться. Мы благодарим тебя, мы благословляем тебя, наш Бог великий и всемогущий. Мы любим тебя, Господь, и принимаем волю твою, благую, угодную и совершенную. Аллилуйя!